Антарктида мало чем отличается от Марса. Разве что кислорода больше, а холод такой же. Местами температура опускается до минус 80 градусов по Цельсию. Принципиальная разница одна. На Антарктиде есть люди, на Марсе пока нет. Но это вовсе не означает, что ледовый континент изучен лучше, чем Красная планета. Пожалуй, даже наоборот. Южный полюс стоит в себе загадок гораздо больше, чем Марс. В 2000 году Управление национальной безопасности США сделало неожиданное заявление. Все американские научные экспедиции, работающие в настоящий момент в Антарктиде, отзываются на родину. Их заменяют профильные специалисты из ведомств, подчиняющихся оборонному комплексу страны. В Национальном космическом агентстве НАСА тут же заявили, что кадровая ротация продиктована соображениями безопасности страны. Похожие меры были приняты и России, только без широкой огласки. На ледовый континент были отправлены специальные экспедиции, оснащенные дорогим и строго засекреченным оборудованием. Что же такого могли обнаружить ученые в Антарктиде? Версий немало. И у каждой из них есть своя удивительная история. Пасмурным январским вечером 1840 года директор Национального музея в Стамбуле Халил Эдхем разбирал библиотеку византийских императоров в Старом Дворце Султанов. Вдруг на пыльной книжной полке он обнаружил карту, валявшуюся бухвись с каких времен, сделанную на коже газели и свернутую в трубку. Неизвестный картограф изобразил на пергаменте западное побережье Африки, южный край американского континента и северный берег Антарктиды. Вглядевшись в карту, Халил не поверил своим глазам. Береговая кромка антарктической земли королевы Мот была свободна ото льда. Картограф нанес в этом месте коричневую горную цепь. Сам же картограф оказался легендарной личностью. Это был Пирирейс, знаменитый адмирал военного флота Атаманской империи, член географического общества, живший в первой половине 16-го столетия. Подлинность, составленной в 1559 году карты, не вызывала сомнений. Графологическая экспертиза заметок на полях подтвердила, что они выполнены рукой адмирала. Есть и другие карты, есть и другие средневековые записки, свидетельствуют о том, что существует земля, где обитают животные и люди. Причем ясно из этих карт, из этих описаний, что они сделаны с карт более древних. Считается, что карта Пирирейса скопирована с какой-то древней греческой карты. Существуют легенды предания арабских мореходов. Еще, по-моему, относятся эти записи к XII-XIII векам. О том, что древние люди отправлялись строго на юг, достигали земли, процветающей земли, где жили люди довольно высокой цивилизации. Очень трудно поверить в то, что Антарктида была когда-то обитаема. При этом население самого южного на планете материка существовало в достаточно комфортных климатических условиях. Ортодоксальная наука считает, что это невозможно. Согласно данным геологов, возраст антарктических льдов может быть оценен не более чем в 6 миллионов лет. А первый современный человек появился на Земле 200 тысяч лет назад. То есть, если следовать логике академического научного сообщества, Антарктида стала непригодной для жизни человека задолго до его появления. Однако карта рейса говорит совершенно об обратном. На южном материке кипела жизнь, и Земля окончательно покрылась вечным льдом не так уж давно. Свидетельства других источников средневековой эпохи, в том числе легендарного Меркатора, говорят, что Антарктида была обитаема во времена появления Египетской и Шумерской империи. То есть, можно предположить, что между пятым и десятым тысячелетиями до Рождества Христова на планете Земля существовала цивилизация людей, обладавшая высокими знаниями в области навигации, картографии и астрономии. И эти знания никак не ниже уровня последней трети 18 века. Ну, на первый взгляд, это кажется абсурдом, но с другой стороны, понимаете, вот есть же сейчас многочисленные сведения о том, что все-таки на Антарктиде даже пирамиды находят. Некие, ну, скажем так, пирамидообразные сооружения. Самое главное то, что под Антарктидой сейчас официально уже обнародовано это, что обнаружены огромные полости с воздухом. То есть, там возможно существовать. Понимаете? Фантастика? Вполне может быть. Однако совсем недавно появились уникальные фотоснимки известного американского исследователя Джозефа Скиппера. Он обнаружил в разных местах Антарктиды, причем в тех районах, куда практически не добиралась ни одна из официальных экспедиций, странные объекты, вмершие в лед. Внешне эти объекты сильно напоминают диски. Такие же по очертанию объекты много раз фиксировались уфологами в разных частях планеты. И они были идентифицированы как летательные аппараты явно неземного происхождения. Но и это еще не все. Есть предположение, и оно частично подтверждено утечками из оборонного ведомства США, что над районом этих странных находок в Антарктиде постоянно висит американский космический аппарат военного назначения. Вполне вероятно, что спутник подавляет радиосигналы, так или иначе связанные с этими гипотетическими неопознанными летающими объектами. Это были и есть НЛО, которые потерпели аварию там или прилетели из других каких-то миров, как некоторые считают, или местного происхождения той цивилизации, которая там существовала 12-15 тысяч лет назад. То есть цивилизации уровня Атлантиды по возрасту, а может быть, это оставшаяся часть Атлантиды, которая там осталась. В частности, вот под озером Восток, который существует там, который находится в 400 километрах от Южного полюса, происходят самые разнообразные, загадочные, неведомые процессы, которые до сих пор никак не могут разгадать ученые. Озеро Восток находится в 500 километрах от Южного полюса. Толщина льда над озером почти 4000 метров. Его наибольшая глубина – 1200 метров. Содержание кислорода в воде в 50 раз выше, чем в любом обычном пресном водоеме. А температура в озере – почти 20 градусов по Цельсию. Это в центре самого холодного на Земле континента. Именно за озеро Востока развернулась негласная борьба между американскими и российскими исследователями Антарктиды. Речь идет о том, что, ну, возможно, даже сейчас под Антарктидой не просто сохраняются условия для жизни, что, возможно, там кто-то и обитает на самом деле. Потому что вы должны понять, что Антарктида – это не остров, это континент. И то, что в недрах этого континента находится, до сих пор непонятно. Согласно информации, опубликованной в зарубежных источниках, в феврале 2000 года две группы ученых, выполнявших совместную программу исследований, которую финансировали правительства США и Великобритании, намеревались опустить в воды озера специальные зонды, оснащенные различными датчиками. Но внезапно они получили указание все работы по программе свернуть. Никаких объяснений за этим не последовало. А на российскую Антарктическую станцию в это же время прибыла новая группа исследователей. Вместе с ними было доставлено большое количество сложного и дорогостоящего оборудования. Причем происходило все это в глубокой тайне. Спустя некоторое время после ротации российских и американских полярников с австралийской антарктической станции Кейси в сторону озера Восток отправились две путешественницы, планирующих пересечь антарктический континент на лыжах. Когда они достигли озера и уже шли по его ледяному покрову, неподалеку вдруг произвел посадку самолет американских ВВС. Из него вышли странные люди в штатском и предложили девушкам проследовать на борт воздушного судна, объяснив все это спасательной операцией. Между тем отважные путешественницы ни о какой помощи не просили. Позже стало известно, что во время лыжного похода девушки звонили по спутниковому телефону друзьям, загадочно намекнув, что по возвращении расскажут им о чем-то совершенно невероятном. Однако, возвратившись домой, они отреклись от своих обещаний и долгое время отказывались с кем-либо общаться по поводу воежа на ледовый континент. В связи с этим инцидентом некоторые уфологи и исследователи загадочных явлений природы и тайн истории считают, что девушки могли быть вовлечены в события, связанные с возможностью существования в Антарктиде секретной базы НЛО. Или даже потомков немецких нацистов. Причем некоторые полагают, что одно другого не исключают. Еще во времена Третьего Рейха на территории Антарктиды была построена новая Швабия. И в этой новой Швабии туда были перевезены все самые умы, и ученые, и, скажем, вся культура, все тайны, оккультные тайны, эзотерические тайны, все лучшие люди Рейха. И почему новая Швабия, кстати, очень интересно, откуда взялось это название. Корабль, который перевозил ценности и груз, назывался Швабия. История с базой нацистов в Антарктиде многим кажется нереальной. Но некоторые документы, найденные в берлинских архивах, проливают свет на одну из секретных операций Третьего Рейха во время Второй мировой войны. Согласно предположениям древнегреческого историка и философа Платона, Антарктида – это отколотая часть легендарной Атлантиды. Идея, что секреты цивилизации Атлантов могут быть сокрыты под ледяной шапкой шестого континента, была озвучена Адольфу Гитлеру. Нацисты, как известно, активно занимались поисками древних знаний и высоких технологий предков. Руководство Третьего Рейха понимало, что за счет численности армии выиграть будущие войны им не удастся. Отсюда многочисленные экспедиции тайного общества Ананербе на Тибет, в Латинскую Америку и, наконец, в Антарктиду. Искать тайные знания на ледяном континенте Гитлер отправил несколько групп. Чтобы соблюсти строжайшую секретность миссии, исследователи использовали исключительно подводный флот. Но уже по итогам одной из первых экспедиций командующий Криксмарины адмирал Карл Денец заявил «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай». Судя по архивным документам, нацисты на самом деле планировали создать в Антарктиде сверхсекретный полигон. Он получил кодовое название «База-211» или «Новая Швабия». Переброска будущих жителей антарктической «Новой Швабии» не только ученых и специалистов, но и партийных функционеров с государственными управленцами высокого ранга началась в конце 40-х годов. Кроме того, туда отправили некие секретные производства. У меня имеются документы, которые я, собственно, глазами видел. Немецкая карта из синей тетради, так называемая, «Блауэхэфт», где написаны списки и переводятся фотографии этих сотрудников, в основном эсэсовских чинов, которые участвуют в наборах добровольцев для жизни на Южном полюсе. Это документы переведены у нас в НКВД в 1945 году. На каждой страничке стоит виза Сталина. И.С.Т. Известная всем подпись. Зачем нацистам нужна была такая база? Есть разные гипотезы. Возможно, что немцы планировали держать под военным контролем Южные моря. Кто-то считает, что в недрах Антарктиды искали оружейный уран. Есть еще интересное мнение. Там строилось убежище для элиты Третьего рейха. На случай полного поражения в грядущей мировой войне. Кстати, сразу после капитуляции Германии, американцы, которые активно вербовали немецких ученых для работы в Соединенных Штатах, были озадачены тем, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего рейха бесследно исчезли. Не досчитались и около сотни подводных лодок военно-морских сил Германии. В списках военных потерь ни люди, ни лодки не значились. То есть резонно предположить, что нацистам все-таки удалось поселиться на ледяном континенте в 40-х годах 20-го столетия. Вполне может быть, что уже немецкие исследователи в конце 30-х годов, которые очень интересовались Антарктидой, отправляли туда целые десанты из подводных лодок. И что именно там существовали подземные подводные полости, где температура была не ниже 18 градусов, температура воды, были бактерии, которые могли жить только в теплой среде, до температуры до 55 градусов. То есть там была жизнь, там жили растения, вот в этих полостях. Не исключено, что тайное поселение нацистов под кодовым названием Новая Швабия до сих пор существует в Антарктиде. И, возможно, на следы такой базы в 2000 году наткнулись полярники. В свою очередь это заставило срочно заменить гражданских ученых на профильных специалистов из спецслужб. Подобное мероприятие по засекречиванию исследовательских работ и ограничению доступа на ледовый континент туристов вполне оправданно. В истории освоения Антарктиды не раз происходили инциденты, объяснения которым до сих пор нет. Есть только догадки, что странные происшествия могли быть связаны с неожиданными контактами исследователей и обитателями нацистской базы. А может, даже с представителями внеземной цивилизации. В 1959 году советская экспедиция, основавшая в Антарктиде полярную станцию «Мирный», отправила группу из восьми исследователей вглубь континента, чтобы достичь южного магнитного полюса. Вернулись лишь трое. По официальной версии, причиной трагедии были жестокая буря, сильнейшие морозы и отказ двигателя у вездехода. В 1962 году к южному магнитному полюсу отправились полярники из США. Американцы учли печальный опыт советских коллег, поэтому в экспедицию снарядили 17 человек уже на трех вездеходах и с постоянной поддержкой радиосвязи. В этой экспедиции никто не погиб, но вернулись люди на одном вездеходе. Все они находились на грани помешательства. Исследователи не смогли ничего внятно объяснить, и их немедленно эвакуировали на родину. Уже намного позже советский полярник Юрий Коршунов в беседе с репортером пытался рассказать, что произошло с экспедицией станции Мирной. Коршунов был одним из тех, кто уцелел в походе к магнитному полюсу. По словам полярника, группа была атакована светящимися летающими объектами, напоминающими диски. Попытка снять аномальное явление закончилась плачевно. Фотографы камера были уничтожены лучом, посланным с летающего объекта. Также погибли и те, кто стал отражать атаку с воздуха из охотничьих ружей. Репортер этот рассказ опубликовать так и не сумел. С кем или с чем могли встретиться полярники? Известно, что в Третьем Рейхе разрабатывались дискообразные летательные аппараты. Также известно, что немецкие летающие тарелки оснащались двигательными установками, принцип работы которых был совершенно отличен от обычных поршневых и реактивных моторов. Если предположить, что немцы действительно обосновали на ледяном континенте секретную базу, то именно на ней могли проводиться эксперименты по усовершенствованию летающих тарелок. Возможно, что полярники стали невольными свидетелями испытаний этих устройств и были атакованы. Но также нельзя исключить, что атаку провели другие. Кто? Например, представители внеземной цивилизации, потерпевшие аварию в альдах Антарктиды. Есть и третье предположение. Полярники попали в зону активной аномалии и стали жертвами воздействия сильных магнитных или других непонятных энергетических полей. У людей, которые там работали и работают, собственно, по каким-то рассказам непосредственных участников этих экспедиций, можно заключить, что действительно там имеют место быть некие эффекты, очень связанные с измененными состояниями сознания. И в этом измененном состоянии сознания люди могут воспринимать и видеть некие неопознанные объекты и так далее, и так далее, и тому подобное. Конечно, все это лишь предположение. Мы не знаем истинных причин засекречивания научных исследований в Антарктиде. И все-таки кое-какая информация просачивается. Вполне вероятно, что полярники нашли следы древней цивилизации, которая обитала когда-то на южном полюсе Земли и предшествовала нашей. Длительность ее развития может насчитывать несколько тысячелетий. Сам же континент был зеленым и безо льда. Как на карте турецкого адмирала Перерейса. Причем Перерейс не сам составлял карту, а всего лишь перерисовал ее с другого документа. И этим документом, скорее всего, был древний атлас жителей Антарктиды, ими же самими и составленной. Там, кроме очертаний континента, были еще изображения флоры и фауны. В недрах все-таки Антарктиды находят останки каких-то животных и растений, но этим останкам больше 20 миллионов лет. То есть, что могло стать причиной оледенения Антарктиды, это и смена полюсов, но и другие процессы, которые идут на Земле. Так что это вполне вероятно. Есть и другие причины исчезновения цивилизации, версии которых озвучивают исследователи. Катастрофическое извержение вулкана, после чего континент был полностью погребен под многометровым слоем пепла. Не исключаются и крупномасштабные наводнения, достаточно устойчивые, приведшие к длительным локальным потопам. Кстати, наличие таких потопов археологи не отрицают. При этом процесс оледенения Южной Земли начался не ранее 10-го тысячелетия до Рождества Христова. Подобные бедствия могли уничтожить абсолютное большинство комплексов материальной культуры, неизвестной нам протоцивилизации. Вполне возможно, что часть ее до сих пор находится под толщей антарктических льдов. Кстати, в качестве серьезной рабочей гипотезы уже сейчас принято положение, что спасшиеся представители древней цивилизации Южан сохранили и передали часть знаний древним египтянам и шумерам. Но покинувшие Антарктиду люди не остались в Египте и Месопотамии. Они пошли дальше, на север и восток, растворяясь среди местных племен или обустраиваясь в труднодоступных районах Сибири, Сахалина и Гималайских гор. До сих пор в некоторых богом забытых населенных пунктах на Дальнем Востоке местные жители рассказывают одну и ту же легенду, передаваемую здесь из поколения в поколение. Много тысяч лет назад они жили далеко-далеко на юге, в океане, и когда началась великая катастрофа, остатки их народа, остатки великой цивилизации, они начали свое многовековое странствие по океану. Плыли на круглых лодках, они умели опреснять воду. Вот это они подчеркивали, круглые лодки почему-то, и то, что могли опреснять воду. Шестой континент продолжает хранить свои тайны. К ним добавляются все новые и новые вопросы. И с годами их не становится меньше. Но надежды не угасает, что, возможно, когда-нибудь эти тайны будут разгаданы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова